а Тоже писал, да? Кого? Улья. Нет, Улья не писал. Там был такой, скорее всего, Андрей Шабаев из «Прощения Электроников». Мы с ним вместе работали, они там были хорошие друзья с ним. Ну да, мы же трое улья писали. Давайте начнем. Я вначале всем рассказывал, как я узнал о группе, а вас я узнал в ар-клубе, я пришел на концерт «Не кондишн». Илюха Гамов мне говорит, слушай, ты же любишь металл? Я тут писал дудки для одной группы очень интересной, «Росомаха» называется. Ну, надо послушать что-то. А я включаю и такой, ааа, нифига, как можно у нас. Это у нас так. Скажу так, вот этот ваш альбом 2003 года, который я вообще считаю самым недооцененным, потому что и по качеству записи, и по всему остальному он очень высоко планку задрал на тот момент. Это вот так. А вначале первый вопрос вам, как и всем, кто сюда приходит, вот как для вас началась музыка? Как ни странно, с группы «Ария». Все думают, что я начал слушать именно брутальную музыку, но это было давно. Это был переходный год, 87-88 год. И не помню что, наверное, «Голубой огонек». И буквально фрагмент видео, даже не полная песня, где ребята с волосами на пульсниках что-то такое рубят. Я такой, ох ты. Бывает так. Буквально это было с 31 на 1. Первый я пошел к товарищу. Я говорю, знаешь, что группа крутая «Ария»? Он говорит, ты что, все нормальные пацаны слушают сейчас такую музыку. И я записал кассету с альбомом «Герой асфальта», он что-то забыл. И, наверное, с 1 по 3 число я слушал только ее. То есть вот именно 20 часов в сутки. Вот как же, как же круто. Буквально сразу же после уже 5-го, 6-го у меня был мастер в папке с металлики. И вот пошел увлечение «Акцепт». И я уже стал закореневым металлистом буквально там за 5-6 дней. Тогда в голове ребенка первомыслие надо быть таким же, как эти ребята. Я поставил себе цель, буду делать так вот. И вот с нее не свернул. То есть, естественно, я скрывал от родителей этот факт. Ну, эти идеи с мной прошли достаточно вот. Долго я стеснялся, скажем, признаться в них многим. И я думаю, что вот к году 90-м я уже начал заниматься музыкой, что-то записывать. Учился играть на гитаре и так далее. Дальше я поступил в университет. Тут же сколотил группу. Мы сначала начали играть, естественно, панк. Потому что ребята хотели играть панк. Но потом я их убедил, что вот есть какая-то крутая музыка, как doom-метал. Тогда как раз вышел Paradise Lost. Первый альбом. My Daying Bright. Doom Dead именно. И мы сколотили группу Stonehenge. Ребята уже там, некоторые ушли, некоторые пришли. И вот буквально с тех времен, вот именно 92-й, начало 93-го, мы начали играть Doom. Даже как бы мы записали несколько альбомов. К примеру, в это время мы с барабанщиком Stonehenge решили играть уже Boat Metal. Где-то примерно в году 95-м родилась идея Росомахи. Какие-то там наработки. Никак не могли к ней приступить. Даже мы пробовали писать первое демо. Наверное, в году 95-м, на 96-м. Просто он был вокалистом тогда, наш вокалист Stonehenge. Он пришел в запись, выпивший. Он был железнодорожником. И запись провалилась. И на непределенный срок мы это дело отложили. И уже в 97-м году я попробовал записаться сам. Это был мой первый опыт звукозаписи тогда. Я еще помню, у меня был харддиск. Размером целых 200 мегабайт. И запись в 16 бит для меня была большой роскошью. То есть также альбом записали чуть ли не 8 бит. И до сих пор это где-то валяется. Оно даже сейчас было опубликовано. Компания Cedis. Они убедились, что это все-таки нужно выпустить. Но это, конечно, кромешный ужас. И так постепенно, постепенно. Дальше уже первый альбом «Росомахи» нормально. Мы записали в 99-м году. В 2001 году записали уже второй альбом. «Кварителюкс и тенебрис». И о чем вы говорите, это «Рагинсомния». Я тоже считаю, что это как бы венец «Росомаха». Мы уже пришли к этому подготовлены. Уже, можно сказать, был какой-то опыт. А как… Давай сразу про запись тогда поговорим. И потом назад немножко откатимся. Мне интересно, а как вот приходит в голову, а нам нужны дудки, нам нужен саксофон. Как вот это в голове рождается? Вроде бы металл не такой жанр. На тот момент я очень плотно сотрудничал с группой «Дистемпер». Я записал. Начали с ними заработать с 2000 года. И мне так понравилось. То есть я раньше дудками относился с презрением. Я помню с мамой и с бабушкой еще в те же 80-е пошли. Не помню. По-моему это было либо Валентина Толкунова, ну или какой-то из этой серии «Артист». И у них в «Саппорте» был джаз-бенд. Причем они играли час или полтора. И вот эти дудки там. Вышли с бабушкой с ума, они сошли. И вот вышел Валентин Толкунова, и все вот нормально стало. Какой же ужасный инструмент. Как можно вот на этой дряни играть. А тут пришли «Дистемпер», и вот эта веселая песня с «Копанкой». Думаю, вот это круто. И надо, я думаю, что-то такое замутить. Как раз записывались «Никондишн». Илюха, он. Говорю, да ты можешь рубануть что-то такое? Залихватского. Он говорит, без проблем. Пришел он, пришел Володя. Он играл в группе «Метюпери». И там просто импровизационно записали вот эти моменты. В одном интервью Джек Уайт сказал, что первая гитара музыканта должна быть очень плохой. Потому что в борьбе с ней он научится высекать музыку. И преодолев это на хорошем инструменте, он уже легко сможет писать музыку. Согласны ли вы с этим? Ну, как гитарист. Я все гитаристы об этом спрашиваю. Я абсолютно с этим не согласен. Потому что гитара должна... Ну, конечно, она должна быть удобной. Она должна строить. Она должна не шуметь, ничего. Ну, в принципе, недорогой инструмент какой-то сейчас доступен абсолютно. Я даже делал обзор на самую дешманскую гитару за 3 тысячи рублей. И доказывал, что, в принципе, на ней тоже может что-то сыграть. Проблема-то, собственно, не в гитаре, а в музыкантах. Достаточно мало людей, если честно, по-настоящему умеет играть. То есть, в принципе, физиология, она не то, что у всех одна. Кто у кого-то более расположен к этому, кто-то менее. Например, я как музыкант достаточно слаб был всегда. Потому что я плохо ощущал ритм. То есть, я все время спешу. То есть, я... Ну, в принципе, если этим заниматься, если прийти к пониманию этого, то как бы разум человека способен на любые чудеса. Соответственно, если человек не находится в теме, если он анализирует свою работу, я думаю, что... Хороший инструмент ему не поможет или поможет в чем-то... Считаю, что гитара, она как автомат. Она должна быть простая, она должна работать. Ну, тогда уместен сейчас вопрос... Ну, это вопрос Дима Спирина. Ну, это шутейный вопрос. Но он каждый раз приводит к очень интересному, серьезному ответу. Дмитрий Спирин у себя в книге писал о том, что они решили записываться на студии и взяли нового басиста. И начали писаться под метроном, под все вот это. И басиста останавливались в записи и говорят, подождите, подождите, подождите. Метроном врет. Зародился вопрос, врет ли метроном. Метроном? Нет, это же робот. Робот и может врать. Ну, честно говоря, что касалось метронома и Дмитрия Спирина, я точно знаю, что это лучшие альбомы тараканов. Это «Срах и ненависть», «Улица свободы». Они писали без метронома. Настолько это уже были серьезные, опытные музыканты, что они играли одновременно. То есть записывали, вот передавали весь угар, драйв. И потом уже, ну, дописывали на частовую после барабана свои инструменты. И более того, я скажу, что в принципе такой способ записи, он был главенствующим. Я помню, пришел барабальщик ко мне записывать кавера на различные хиты 80-х, начало 90-х. И я попробовал ставить эти песни в сетку, и я понял, что там ничего не сходится. Сошлось только группа «Анигилятор». Вот она была записана метрономом. Все остальное музыканты играют вживую, но они настолько уже опытные и сыгранные, что они могут держать контроль над грувом, над темпом и при этом как бы ощущать, то есть передавать эту эмоцию. И во многом проблема современной музыки в том, что… Проблема даже не музыки, а у нас, звукорежиссеров, что мы пытаемся плохую группу записать хорошо. Тогда вот нужна привязка к этому, к темпу, то есть равнение, редактирование. То есть без этого уже нельзя. И сейчас, да, современная музыка, она звучит вся ровно, потому что раньше, когда в ту олдовую, аналоговую эпоху, могли только хорошо делать лучшие, а сейчас хорошо могут делать все. Да, сейчас ты можешь просто по сетке разровнять, получается? Разровнять, скопировать, скорректировать. Ноточки мелодином потянуть? Мелодином, да. Ноточки потянуть, все что угодно можно сделать. В принципе, хорошо ли это? Ну да, хорошо, потому что он может быть не очень хороший музыкант, но он может быть гениальный композитор. И наоборот, то есть человек, который является, прошу прощения за выражение, задротом, он может просто положить всю свою энергию на то, чтобы играть в своей партии четко в ритм, анализировать потом. Ой, я играю криво, ой, здесь я там не сошелся на две миллисекунды. А даже вот когда я обратил внимание, когда записывал музыкант кавер на группу Rage, когда мы пытались все это дело синхронизировать с проектом, то есть барбанч Макатерана, который считается величайшим, например, запросто выкинул из брейка одно восьмое, то есть они вместе уже сошлись и все дальше пошло. То есть на кого-то не напрягло, это является хитом. Но сейчас вот уже все две миллисекунды расстрел. В одном своем старом интервью вы говорили, что конец Росомахи пришел, когда ушел творческий человек и ушла основа группы. Вы в интервью говорили, что творческие люди, они могут писать текст. Мне стало интересно, неужели обычный человек, вот как вы говорите, солдат не может писать текст? Я пробовал писать тексты, естественно, на русском языке, потому что я считаю, что нужно владеть языком настолько мощно, именно думать на нем, чтобы писать тексты на каком-то иностранном языке. Плохие нехорошие судить не мне, но изначальная концепция была вот этот творческий альянс. Я как композитор и Кайм отец Сталхаммер, как он все называл, как автор лирики, это был такой творческий тандем. То есть он писал песни, и мне они казались какими-то такими шизофреническими, абстрактными, мне вот это нравилось, я бы так не смог. И, возможно, потерялась какая-то атмосфера той Росомахи старой, когда именно безумные тексты, достаточно авангардная музыка, дудки, все такое сумасшествие. И вот альбом, который выходил уже без его участия 2010 года, он достаточно прямолинейный. Но, кстати, кое-кому нравится такая музыка больше, когда она более конкретная, прямолинейная, тексты им понятные. Я считаю, что в музыке должно быть какое-то безумие. А вы видите свое наследие от Росомахи? Влияние на сцену? Ну, разумеется, в какой-то мере группы конца 90-х, они оказали влияние на следующее поколение музыкантов. Сейчас я уже не могу сказать, сейчас уже молодежь, которые, не знаете, грима, ультар, вот эти сейчас популярные группы, я не думаю, что они в то время были еще дошкольниками и эту музыку не слушали. Я думаю, что уже у них оказало влияние больше западная сцена, предполагая. группы, может, нулевых, я думаю, да, было влияние. Кто-то признавался, что да, он взял гитару в руки, потому что он услышал мою песню. Были такие комментарии. Ну, вы также повлияли, я когда открыл Discox и просто увидел количество участной записи, я увидел, что весь поп-панк, там, типа, берешь пурген, берешь полтора килограмма пюре. Пурген и поп-панк. Ну, я к тому же пурген, я прошу прощения, ну, там, типа, полтора килограмма берешь, там, дергать, не кондишь, ничего куда-нибудь там, дистемперы. Ну, это ска-панк, я сейчас называю, да, если утрирую. Ну, то есть огромное количество панк-музыки вы записали. Для металлиста писать панк-группу все-таки немножко кажется, вроде бы, немножко другой жанр. А я очень люблю панк-рок. Любите панк-рок? Да, с удовольствием слушаю панк-рок и достаточно хорошо ориентируюсь в стиле. То есть во многом считаю, что те группы начала нулевых, панковские, просто великолепные. То есть, получается, вы сделали звук дистемпера современного, который сейчас вот существует? Ну, мы с дистемпера прекратили сотрудничество в 2008 году, если не ошибаюсь. Ну, на тот момент дистемпер нулевых, да, это моя работа. Ну, вот с альбомом Доброе утро они нашли свой звук? Альбом Доброе утро не я, это делал тоже достаточно известный продюсер Виноградов, Евгений Виноградов, это Day Records. Это именно настоящий треш-металл у него был в начале 90-х, эта группа Day. И это его работа. То есть, то, что после Доброе утро вот эти альбомы у нулевых, наверное, это наш альянс на тот момент. В какой программе вы сейчас пишете? Я не менял программу, наверное, последние лет 25, это Samplitude. А, о боже мой. Она, да, просто кто-то видит и такой, глаза вот таращит, это чтобы Cubase, но нет, Cubase Samplitude. А что это такое, там сейчас Reaper, Logic, что-то, замечательная программа, причем я не обновлял версию, наверное, лет 12. Все работает, все не устраивает. Все необходимые функции для меня есть. Ну, главное, стабильность же для этих студий. Она очень стабильная. Потому что новые версии, которые выходили после правовой работы с ними, они достаточно сильно крашатся. То есть, уже что-то пошло не так. Видимо, популярность программы не такая высокая и, возможно, не такие большие бюджеты на ее разработку. С другой стороны, я так понимаю, крашится любая программа и каждая работа, в чем ему удобно. Ну, когда будет, скажем, если все это окончательно загнется, начну работать чем-нибудь другим. Но пока самое серьезное, это Reaper, конечно, как космический аппарат. То есть, там можно все переучиваться, это прям надо все бросить и заниматься с нуля. Пока меня все устраивает. Все, что я делаю, я делаю в этой программе. И пока каких-то ограничений я для себя не вижу. Ну, а то, что в современном мире сейчас можно симулировать любой микрофон? Ну, можно симулировать любую гитару, там любой микрофон. Но, тем не менее, это не так. До сих пор пользуются микрофонами дорогими гитарными усилителями. Да, это похоже. И, в общем, в миксе-то это можно не понять. Но все-таки, мне кажется, что пока еще технологии они могут симулировать. Вот этот, скажем, в любом случае, любая эмуляция – это какой-то алгоритм. То есть, он подчинен каким-то определенным заранее написанным действиям. А все-таки вот это ламповое оборудование, оно уже является формированием звука случайным. То есть, ты гитару включил, она сегодня такая. Выключил лампы, они по-другому нагрелись, все уже звук другой. То есть, ну, я считаю, что вот это для меня более интересно. То есть, я пока не пользуюсь эмуляциями. То есть, до сих пор я работаю, на чем работал и 20 лет назад. Ну, вы говорили, да, что с аудиотехника все еще в нее пишете? Да, у меня тот же самый микрофон, те же самые усилители и даже тот же самый культ. Я через аналог не свожу уже достаточно давно. Ну, по крайней мере, преампы, пульта я вот как у меня стоял. В 2000 году так же у меня сейчас стоит. То есть, все оборудование не обновлял. А провода часто меняете? Ну, некоторым проводам у меня тоже лет по 25. Причем я их паял сам. Те, которые паял сам, они до сих пор живые. Ну, я покупал хорошие кабели. Канар на тот момент, дорогой японский кабель. Хорошие разъемы, нейтрик, все, они все работают. Причем у меня есть кабель, на котором я играю на концертах уже 20 лет. Который это, опять же, паял сам. Все, вот я вот буквально неделю назад играл в Питере. Вот кабель работает, мне фонит. Все прекрасно. Ну, я смотрю, у вас так это все вот. Нашел свою гитару, играю с ней 20 лет. Ломается ее, чиню. Это вы просто, скажем так, консервативно так? Ну, скорее всего, возможно, да. Я к чему-то привыкаю. И не то, что я не хочу что-то менять, не хочу что-то новое. Ну, я считаю, что если инструмент работает и все с ним в порядке, зачем его менять? Есть у меня знакомый, который меняет гитару. Ну, раз, наверное, в неделю. То есть он раз гитара, что-то не то. Раз что-то не нравится, он раз другую гитару. Это продает, что-то меняет. Ну, он может как ищет себя, а я себя нашел. Ну, теперь к вашему следующему детищу Карконе. Это не является моим детищем. Ну, я понимаю, да, я сейчас к этому приду. Это я уточню еще вопрос. Это детища Мария Михайловна. Собственно, она и композитор, и царь Бог в этом ансамбле. И вообще, на начальном этапе, когда Марию покинули ее музыканты, Долгопрудненские, я участвовал как гостевой музыкант. То есть она высылала ноты, записали. И даже на альбоме написаны гостевые артисты какие-то такие-то. Потом на втором альбоме тоже гостевые артисты. Потом пошли предложения о концертах. И как-то у нас мы влились в ее творчество. Ну, с 2004 года ничего не поменялось. Она пишет ноты. Мы эти ноты записываем. Шаг право, шаг лево, расстрел. Поэтому это не мое детище. Я понимаю. Мне просто интересно. Она говорила как раз в интервью, что в группе Материархат. Но мне отсюда интересно, так как вы тоже говорите про равноверие. Но в современном мире у вас же тоже есть наверняка амбиции музыканта. И когда вот Мария, хорошо. Мария приносит вам ноты и говорит, что вот играть вот так. А вы понимаете, что это физически невозможно так сыграть. Что тогда происходит? И вы учитесь играть невозможно? Происходит конфликт. И, скажем, многие, ну они редкие были смертные составы. Они связаны именно с усложнением. Во-первых, оппозиции Марии на этот счет. Если раньше что-то и мы могли еще продавить какое-то решение. То есть с 2011 года это стало просто невозможно. То есть либо так, либо никак. То есть хорошо, не делайте. Ничего не делаем вот так вот. Ну приходится, особенно в позднем творчестве, приходится там выдумывать страшные вещи. То есть, например, какие-то партии через каподастр на расстроенной гитаре по-другому, чтобы это записать. Естественно, на концертах это все упрощается. То есть, когда в какой-то аккорде условно два звучащих интервала секунды, их невозможно. То есть, нужно иметь в такую руку еще палец такой будет. Шестой огромный. Ну, естественно, вот эти места записываются кусочками. То есть, как она хочет, чтобы она звучала именно как ей нравится. С другой стороны, ей виднее. То есть, если вот группа Аркона нравится, людям ее слушают, значит, она делает все правильно. Ну, а ваши личные композиторские амбиции? Ну, у меня даже нет личных композиторских амбиций. То есть, я считаю, что у меня есть свое творчество. При этом даже есть, может быть, пару песен, которые я написал для Арконы. Она их сказала. Да, песни не плохие. Можно включить. То есть, что-то предлагать мне сложно. Потому что, как композитора, она сильно слабее. То есть, у меня нет такого глубокого мышления в этом плане. Она мыслит. Вот у нее, помню, записывал. У нас флейтист был Владимир Череповский. Опытный еще музыкант. И он записывал эти партии. И он говорит, как в твою маленькую голову все это вылазит? Как ты все это выдумываешь? Да, вот человек имеет нестандартное мышление. Может забыть то, что зовут человека, например. Забыть, чтобы это было пять минут назад. Она не забывает никогда, что она придумала. Даже был у нас такой случай, что мы переписывали альбом. Сам первый, «Возрождение» в 2015 году. Решили переписать его. Сделать как бы инфоповод. И чтобы появилась возможность на студии, появилось время. Думаю, давайте запишем альбом еще раз. И в одной из песен, я помню, я продавил партию. Думаю, я сказал, что... Убедил ее, что... Кстати, не убедил, но просто прямо вот так лучше будет, так оставим. Ну ладно, хорошо. И вот когда мы переписывали, она говорит, нет, было вот так вот. То есть она помнит, что было, условно говоря, 15 лет назад, как она придумала. И вот она прям все нотки-нотки помнит, и ее не обманешь. Ну а как вот, так как вы семейный пар, я в семью не лезу, я просто вот... Ну она же ваш начальник, получается, на студии, на записи именно. И вот она приходит, и вам... На вас давят, давят, а вы домой приходите и такой, типа... Ах, тяжелый начальник у меня сегодня был. Ну хватает других сложностей у семейных пар, помимо музыки. Поэтому я в это стараюсь не лезть. Ну да, я говорю, ну что ты творишь, говорю. Она говорит, аргумент никак не принимается. И вот делом, как она скажет. Ну приходится, это уж привыкли. Я помню, у нас приходил в группу предыдущий барабанщик. И буквально нам нужно было через месяц ехать в тур. Мария опаздывала на репетицию. Ну приехал, все, раз егать, я все снял. Ну вот отлично. Сколько там, 25-30 песен. Все сыграл. Ну я вижу, там плюс-минус брейки свои, что-то привнес. Неплохо. Человек тоже сворочно подошел к этому. Приезжает Мария через час. Говорит, ну давайте, что вы показываете. И мы 28 дней подряд каждый день репетировали до тура. Хотя меня устроило, как человек сыграл тогда. Даже вот мы сейчас с Росомах и сотрудничаем с Саней Смирновым. Сыграл все по-своему. Думаю, мы адаптировали партию. Ну если человек так видит, услышал музыку, я думаю, что это его право. Нет, у Маши все по канонам. Как вот она придумала, так и должно быть. А в этом плане сложно с ней? Она тиран в этом плане? Да, она абсолютно монарх. И музыкант, если он не как-то не находит свое место... То есть если он условно приходит, его зовут в группу, хороший музыкант, и им пытаются что-то привносить, его не слушают или дают в поле? Нет. Он сразу предупреждается о возможных последствиях, что вот у нас вот так вот повелось изначально. И в принципе с этим можно согласиться, а можно нет. Отсюда у меня вопрос тогда. Если сильная женщина тачит вот раздолбаев в мужчину таких веселых, у нее бывают моменты слабости? Ну конечно, она же женщина. У нее бывают моменты слабости, но они не связаны с творчеством. В творчестве у нее слабости нет. В творчестве она бескомпромиссна. И даже вот эти решения, когда она сейчас, собственно, радикально сменила стиль вопреки тому, что мы стали популярными совсем другими песнями, то есть это ее решение. Она считает, что ее музыкальная мысль должна быть такой. И не важно, что хотят люди, важно, что хочет она. А для вас осталось сюрпризом, когда на Западе вы выстрелили? Для меня это было удивительно, потому что я считал, что русскоязычный металл не имеет никаких перспектив. Мы, честно говоря, только записывали музыку, мы не занимались ни промо, ни чем-либо еще. То есть считается, что там есть такой миф, что пришел Лазарь в группу Аркона, взял девочку, словно говоря, и типа как в «Фабрике звезд» сделала из нее рок-звезду. Нет, я ничем не занимался. Я занимался только звукозаписью и, собственно, записывал инструменты. Раз, ба-бах, пошли предложения о гастролях. Для меня было удивительно. Вообще Маша нет, Маша ничего не смущала. Она говорит, ну у нас все нормально, мы скоро выйдем нуклеар-бласт. Какой нуклеар-бласт? И был такой случай, 1 апреля, мы любим Машу разыгрывать. Эмпи написал в Васи Кьющу тогда. Пришел контракт, нуклеар-бласт, поздравляю тебя. Она на календарь не смотрит. И уже такой Юра Мелесов, другие ребята. О, молодцы, добились. Я и пошел спать. Я помню, постсмен уже ночной был. И уже смотрю, в Васи Кьющу куча сообщений, поздравлений. Я говорю, да это шутка была. Буквально шутка-шутка. Мы буквально через год поехали в свой первый тур. И уже через два у нас был контракт с Maple Records. То есть все, как оно хотело. А работа лейблов в России, я не знаю, работали русские лейблы с вами, большие имена. И лейблы западного отличаются? Ну, сейчас работа лейбл, она отличается от той работы, которая раньше была. Потому что связана, в первую очередь, с развитием интернета и цифровых платформ. Раньше, действительно, во многом лейбл помогал в развитии группы. Это, в первую очередь, связано с тем, что все аформации поступало через бумажные журналы. Не знаю, как у них там с этим было связано. То ли платили деньги, действительно, за Рома, то ли что-то еще. И в первые годы работы с Арконой мы действительно дали огромное количество интервью. Это первые годы. Потом, собственно, участие в лейбл прекратилось. Он как бы превратился в обычный лейбл. То есть мы просто пускали альбомы, он их публиковал. Ну, думаю, что да, вот у нас именно первый крупный, можно сказать, ну как, это успех, не успех, но сильно завязан на том, что мы получили возможность играть на более крупных фестивалях. Думаю, что все-таки фестиваль не смотрят, где издается группа во многом. Это же как у Джинджера, вы знаете, Джинджера, они же тоже на Напалм подписаны. То есть группа крутая, играла, и вроде подписались на Напалм, и получилась возможность поехать на тур с Арчениями, насколько я помню. И там раз все пришли на большие концерты, офигели его. И группа сейчас выстрелила, она, мне кажется, уже выше Арчениями, давно уже. Ну так же у нас, да, то есть группа, она играла в туры, в фестивали, но именно какие-то крупные гастроли и именно уже большие фестивали мы получили после подписания на лейбл. И думаю, что это все-таки связано даже не сколько с работой самого лейбл, а сколько, что люди, которые занимаются на фестивале, они смотрят, где издается группа и так далее. Если, условно говоря, мажор лейбл, то значит, все в порядке идет. Ну, группа популярная, значит, ее можно брать. Как это условно, если, ну, возьмем условно, что люди знали, там, Хеллфест или Ньюнглорфетлфест, да, какой-то условный, где вот вы играете, а потом вы приезжаете в Россию и играете в условный, ну, точка, еще, ладно, большой клуб. Ну, в Эрке, свалке, там, вот вы же эти клубы тоже проходили, я думаю, видели. Проходили, да, и, собственно, пик наших, собственно, больших концертов, я думаю, он миновал в России. Все-таки в Москве, в Питере приходят люди, достаточно. Мы прекрасно понимаем, что где-то можно играть, там, на Хеллфест условно для, ну, скажем, 10 тысяч человек, ну, они на фестиваль пришли, они на твою группу. Ну, можно играть для 600 человек в Москве, и вот это твои люди, которые нравятся твои песни, вот они пришли конкретно на тебя. То есть неважно, где ты играешь, главное, кто приходит. А когда у вас вот эти юбилейные трехчасовые программы? Да, мы были трех с половиной, по три с половиной часа играли. Лучше сделать один большой концерт, чем концерт с саппортом, и уже удовлетворить желание всех слушателей, которые хотят слушать старые песни, новые песни. То есть я думаю, что это хорошая практика, и она работает уже достаточно давно. А физически это как? Ну, это марафоновская дистанция? Ну, раньше это было нормально для меня. Вот в последнее время уже, так смотрю, уже тяжеловато. Пока, пока тянем. Так охватает здоровье. Мне просто интересно, в чем разница между, мне интересно именно про работу стафа в Америке, ну, и в Европе, от российского стафа клубного, который вот занимается командой. Или у вас своя команда и здесь, и там? У нас нет команды. То есть у нас нет техников, у нас есть звукорежиссер, который входит, словно говоря, в состав группы. И все остальное мы сами делаем. То есть я, по сути, являюсь техником группы. То есть я все вот монтаж, оборудование осуществляю, после концерта все это убираю, собираю и так далее. То есть у нас, я думаю, что лучше я сделаю сам все, чем кто-то что-то потеряет и так далее. Поэтому мы услугами техниками никогда не пользовались. А в Штатах это, ну, там же они не любят, когда музыканты все сами делают. Они же иногда требуют, чтобы, типа, вот, у нас есть техники, пожалуйста. Или к вам это не доходило до вас? В Штатах, там, я думаю, что если, ну, ты можешь нанять техника, ну, можешь не нанимать. Это твое личное дело. Ты как хочешь, так и делаешь. И причем, что касаемо самих клубов, я думаю, что Штаты очень сильно ближе к России, чем к Европе. То есть там все так достаточно олдовое и ушатанное. То есть так же распредельские маршалы и погнали. Да, так же все у них, все то же самое. Такие, прям вот, эрклуб это хороший клуб для Штатов. Если мы едем, условно говоря, с группой Карпиквани, ну, большая группа, да что же говорить. То есть вот для них эрклуб в Штатах это самое то. Знаю эрклуб просто. Да, ну, более того, что говорить про, допустим, Nightwish уже играли на стадионах в Европе, а в Штатах они ездили по этим клубам, условно говоря, по эрклубам долгое время. То есть публика в Штатах, она не смотрит за успехами в других регионах, она достаточно локализована. Ну, если да, в Штатах на тебя ходят люди, то есть если ты едешь на концерты, то гарантированно ты не потеряешь, потому что они достаточно благодарная публика, они очень хорошо покупают мерч, они ходят на концерты, поддерживают, угорают. То есть люди там такие убежденные металлисты. А они разобрались с родноверием? Я думаю, что в целом языческая культура и вообще мировоззрение, оно по большому счету схоже. И поскольку наше именно современное, как вы называете, родноверие, оно очень тесно плетено с скандинавским язычеством, которое, по большому счету, самое популярное в мире, я думаю, что там нет проблем с пониманием. Ну, просто я почему родноверие называю, потому что очень можно скатиться к Варгу и дальше к праворуким ребятам. Ну, можно скатиться кто угодно, но все-таки группа Аркона вне политики, как и было заявлено в самом начале творчества, и что группе Аркона это сильно помогло. Потому что когда были различные проблемы с провокацией, то есть с любителями политики в язычестве, то есть мы встрагировались от этих людей, мы сказали, что мы уважаем любую публику, но вот мы такие вот, и любая политика никогда не будет обсуждаться, никогда не будет использована в группе и так далее. Основная проблема, как кажется, да, вы же в вайф-концерт тоже жили иногда мастерить, насколько я знаю. Ну, я озвучил проблемы мастерить, да. Да, и мне интересно, когда вот, ну, первая проблема, которая, кажется, вот в голову приходит, это куча железа, которая лезет вот в этот микрофон, в этот микрофон. Это, конечно, страшная проблема. Это, конечно, должен в первую очередь зависеть от барабанщика, насколько он любит мочить. А во вторую очередь, это зависит от вокалиста, насколько громко поет. Я работал несколько туров с группой Мардук, это шведы, там и калист орёт громче, чем играет барабанщик, поэтому там не было проблем нигде. То есть в любом месте, даже УПСУ-27 в Краснодаре можно было сделать нормальный звук. Например, у Сарконы такой не прокатывает. Динамический диапазон машины там великий, она то рычит, то поет, то тихо, то шепчет что-то. И действительно, бывало так, что одно железо лезет в общий микс. А, самый мой любимый случай, это группа Дориада, я тоже, это в Венгрии, я с ними работал. Там барабанщик очень любит толстое железо. Он такой пейс-трут, такой железо огромное, прямо как рельсы. И там два вокалиста, вокалистка, флейтист, воунщик, квайшник. И помню, работали в Париже, я с ним рулил звук. Там был динамический диапазон, ограничение, 106 ДБУ. То есть, ну, в принципе, не тихо. И когда они начали играть, там прибегает звукащик местный, выпущенный глазами, показывает, что всё там... Уже много. Я выключаю просто общий звук и показываю, что даже когда не работает пейс на мной, что группа уже превышает эту громкость, потому что очень громкий барабанщик. Но я думаю, что это вопрос компромиссов, мне кажется, внутри группы. Либо нужно громче петь, либо тише играть. А как это на записи чистить частотки железа? Есть возможности, но окончательно эта проблема не решается. Вот всё железо, которое есть, мы вот перед вами. Но в основном, когда писали, я сводил большие концерты, они были записаны, например, вот тот же самый КВТ. Это был 19.30. Там огромная сцена, там барабаны садят где-то там. Ситуации не было, что нужно что-то вычищать. Ну, и были моменты, когда просто всё это железо оставалось в миксе. Никуда от него не деться. Я ещё в чём спрашиваю, когда вот, например, если Аркона будет или выступает, вот кафельный пол на наслаждение. Это всё, что мы любим. Всё, что мы любим. Ну, звук полный. Отстой. Публика орёт. Звукач глухой. Физику в школе никто не учил. Понятно, что в запятом пространстве, в каменном кубе, ничего прозвучать не может. Нужно щёточками играть. Вот хэтик. Малый барабан. И какой-нибудь ракобили. Желательно прямым звуком. Вот тогда будет нормально. А когда играет металл, всё валит. Всё. Хана. Ну, вот в точке вам нравился звук? В точке отличный звук. Ну, если вы помните, там потолки какие были. Да, да, да. Там звук улетал туда. Да, конечно. Там были неплохие акустические условия, скажем так. Для того, чтобы сделать нормальный звук. И я считаю, что я правда очень часто слышал плохой звук. Ну, в основном, да, был неплохой. Мне нравилось там и играть, и слушать. Тебе просто интересно, как для звукорежиссёра, когда ты вот в клуб приходишь и имеешь то, что имеешь. Стало ли это вот за года, что вы наблюдаете, это от трилакса там до эр-клуба, до вот сейчас арены, там ещё где-то, где вы играете, стал ли звук лучше? Нет, всё упирается опять же в элементарную физику. Скажем, стало больше возможностей его сформировать, потому что сейчас все работают с цифровыми пультами, и стало больше возможностей, скажем, нивелировать вот эти проблемы. То, что звучит, излучатели акустические и акустика, они не поменялись. Если большой зал, хороший PA, хорошие усилители, всё хорошо. Если группа ещё хорошая, мы забываем про группу. Бывают группы, которые невозможно вызвучить никогда. Я думаю, что в целом, в целом, в принципе, всё по-прежнему. Хороший звук, но в первую очередь зависит от помещения. А дальше уже по… Ну, то есть в условной табле расе можно было сделать хорошее? А не был в табле расе. А не были? Я знаю, что он был изначально в МДМе, если не ошибаюсь. Потом он приехал в Релакс, и ни там, ни там и не был. Поэтому ничего не могу сказать. Ну, а Релакс – металл Мека для многих? Да, мне казалось, нормально всё. Ну, когда там вот это пиво по 60 рублей выпьешь, там пару, уже всё становится хорошо. Ну, то есть будка звукорежиссёра поднята наверх – это, типа, не ошибка его никогда? Ну, это всегда ошибка, конечно, но куда его деть? У него уже возможность сходить с планшетом, как сейчас, и с любой точки контролировать звук. То есть нужно нествующих фанатов его как-то убрать, чтобы они на меня растоптали. Звукорежиссёр, его Рома, насколько я помню, звали, он даже с Аркуной работал, он знал, что можно получить. Вот он ходил, слушал, и у него какой-то был уже выработанный, можно сказать так, пресет-не пресет. Он был опытным в этом плане, что он понимал, что его можно иметь. А сейчас зачастую, когда многие приглашённые звукорежиссёра там работали, вот там был, конечно, страшный кошмар. Ну да, нет ничего лучше местного звукорежа, как я слышал. Нет ничего лучше местного звукорежа, если он звукореж, вот так вот, скажем так. Мне интересно, Аркона, вроде большая группа в Европе, ну, в России тоже, вы ощущаете своё влияние на локальную сцену? Хоть вы и говорите, что пик публики прошёл для вас. Тоже не буду скрывать, что многие люди вдохновились творчеством, начали заниматься, заинтересовались. Я думаю, что в любом случае любое событие, ну, более-менее значимого масштаба, оно не проходит бесследно. То есть я думаю, что мы оставили свой след и в истории российской, в рок-музыке и в целом, я думаю, мировой фолк, пеган-мекал-сцены. Тут отрицать это бессмысленно. Пеган, как жанр, он в России имеет, ну, возможности роста? Или вот он, это его максимум сейчас, как мы вот видим? Я думаю, максимум прошёл в году 2014, когда на фестивале «Гусь Хрусталин» собиралось там 5000 человек. Остались какие-то группы, которые, да, они смогли оставить свой след в жанре, и, да, люди интересуются ими, ходят на их концерты. Я думаю, что сейчас какую-то новую группу в этом жанре сделать что-то сложно. То есть сейчас всё-таки, я смотрю, молодёжь увлекается блэк-метал, мне кажется. Ну да, он более популярный сейчас. Мне кажется, да, блэк-метал он более популярен. Ну а вот это перерождение блэка вам как? Ну, мне лично нравятся старые песни «Арконы» периода 2005-2011. Ну, они наиболее для меня. Вот я даже слушаю, у меня аж слезу вышибрают местами. Так Маша красиво поёт. Ну, я считаю, что новые песни, они по-своему гениальны. И если абстрагироваться от этого всего, то есть я слушаю песню «Храм», я считаю, гениальные песни, я бы так не смог придумать. То есть талантливый человек талантлив во всём. Я думаю, что как бы «Арконы» не играла, я думаю, песни будут всегда сильными. А для вас, вот вы же наблюдали рост с 2004 года Маши до 2022 сегодняшнего, как вокалиста? Как вокалиста или как композитора? Ну, как вокалиста. Ну, давайте и так, и так. Я знаю, что Маша может написать любую песню. Но вопрос, она хочет этого или нет. Я помню, что она решила сделать папе на день рождения свой подарок, и она написала отличный шансон и спела на день рождения у папы. Если, допустим, эту песню поставить на радио шансона, она, мне кажется, лучше остальных будет. Но она не хочет делать. Она может написать 20 песен Ерила, которые являются нашей визитной карточкой. Может и каждый день здесь сесть и просто придумать такой альбом. Но она не хочет. И более того, она не хочет исполнять эти песни сейчас. Вот ей нравится вот так вот. Она человек, который будет исследовать исключительно своим желанием и предпочтением. И как композитор, она именно была всегда очень сильным композитором. И я думаю, что, в принципе, нет для нее никаких проблем придумать что-либо. Она снимает, я помню, да, я работал в институте, когда я был режиссером, и там на заказ нужно было делать аранжировки. Я скидывал Маше песню в любой сложности с оркестровками. Она за 2-3 часа полностью аранжировку переписывала в ноты и все выдавала. Учитывая, что у человека нет музыкального образования, я думаю, что это все-таки круто. Как вокалист, не вижу прогресса в чистом вокале. Она пела с чистым вокалом всегда хорошо. Изменился от Нембр после родов у нее, естественно. Но как именно экстремальный вокал, я думаю, она сделала большой шаг. Она именно очень круто поет именно гроулингом. У нее есть своя техника, она даже помнится какие-то два уроки. Люди с людьми делилась, они действительно через какое-то время могли ее повторить. То есть они говорили, что никто не мог нам объяснить именно как ты. Развивается в этом отношении, и сейчас больше интересен экстремальный вокал. То есть с чистым она петь не любит. Хотя я считаю, что чистый голос у нее уникальный и именно узнаваемый. А как это на сцене, когда выходит маленький такой тазманский дьявол? Ну я не знаю, это какая-то энергетика такая безумная. То есть именно ты сам вот начинаешь вот прям как в последний раз рубить. То есть она обладает очень мощной энергией. То есть я думаю, люди чувствуют и все остальные. Это прям какой-то магический шаманский обряд. То есть для меня я очень люблю играть концерты Арконы. И потому что прям всплеск адреналина идет мощнейший. Мне всегда было интересно, почему вот в каждом интервью... Ну я понимаю, что вас спрашивают, но еще плюс вы сами очень любите говорить о Марии. Какие... Ладно. Понятно, что так как вы еще семейный человек с ней. Для человека, которому вы говорите, что у вас солдатский юмор и вот эти прочие вещи, как вы можете описать свои эмоции к ней? Ну я ее люблю. Хорошо. Ну это хороший ответ. Это лучший ответ. Мне просто интересно, когда я смотрел записи других музыкантов, они говорили, что всегда звукорежиссер становится пятым, десятым одним из участников группы. И звукорежиссер всегда, по сути иногда бывает главным. Он ведет запись группы, что приводит ее к умуразму. Потому что иногда музыканты, как вот группа Сейф рассказала, что они вот пока у вас не писались, они думали, что они вот все знают. А потом оказалось, что вы лучше можете подсказать и знаете как. То как вот это происходит с обычными музыкантами, как с Арконой происходит, вы же не можете указывать, Маш, ну вот записать лучше вот так, это будет лучше звучать реально вот так, там вот чуть-чуть на тон выше, например, у слов. Разумеется, у меня много вопросов к аранжировкам. Особенно, что касаемо их живого исполнения. Маша, как максималист, пишет очень рассыщенную аранжировку. И порой ее достаточно сложно реализовать. То есть, когда много всего одновременно. Я бы хотел, рекомендовал во многом что-то поменять. Но нет, изменения не последовало. Именно она говорит, что нужно так. Ну, хозяин-барин. То есть, ну, работаем с чем есть, можно сказать. У нас есть частотная-то каша. Ну, остается каша. Я это признаю. Особенно это с альбома Яв получилось, когда там местами немыслимое творилось. Вы же пишете это? Да. Вы же это сводите? Да. И вы же сидите такой, ну, блин, пожалуйста. Ну, давай почистить хотя бы. Давай, говорю, давай хотя бы что-то уберем. Вот я смотрю, у нас в тот момент у нас песня Чада Индиго. Разговаривает наш ребенок. Ну, рассказывает от лица ребенка аналог. Там играет фартепиано, акустическая гитара, какой-то синтетический оркестр. И при этом все это на фоне мощного бита, барабана, баса такого прогрессивного. Я говорю, давай хотя бы что-то уберем. Нет, нельзя. А то, что в современном мире растет громкость, она когда-нибудь уберемся в этот? Ну, понятно, что там физически это ноль. Мы уже уперлись на минус 12 люфтс, когда спотифай ограничивал свою громкость, и за ним последовали остальные платформы. Единственная платформа, которая сейчас не делает ограничения, это ВК-бум. Поэтому сейчас нет смысла жать особо сильно. Ну, такая ужатая музыка, она звучит именно порой более удобно. Если посмотреть какие-нибудь такие даже электронные музыки, она сильно сжата. Я думаю, что никогда этого не произойдет. Но сейчас нет смысла бороться за громкость. Вот в чем. И каждый делает как ему нравится. Сейчас обратили внимание, что западные релизы, они выходят достаточно тихие. То есть не как раньше, когда врубаешь, там все уже шкалит, клепуют и так далее. Как Металлика, Death Magnetic или Black Sabbath 13. То есть там уже идут искажения. То есть это уже криминал. Сейчас такого нет для этого смысла особого. Потому что все равно цифры платформы это все урежут. То есть колбасу вам больше не приносят музыку? Они колбасу сделают тише и все. Музыкаты не приносят, говорят, вот сводите, а там колбаса вот такая ровная. Нет, ну она же достигается только при мастеринге, это колбаса. Если вот, как вы говорите, что колбаса, это обычно когда музыканты перегружают преамп на своей звуковой карте. Ну это как бы срач или строй. То есть бывает и такое. Но изначально инструменты пишутся на, условно говоря, минус 12 нацибел, чтобы хотя в пиках было. И сводится там, чтобы так же был хедрум, запас по динамике. А уже на мастеринге все прям жмется лимитрами и имеем, что имеем. Мне просто было интересно, потому что я читал человека, который записывал «Дивижн», он сказал, что хочешь сделать громче, сделай тише. И пытался понять, как это работает. Это работает любое, скажем, есть такое понятие глубина, широта. Условно говоря, широта – это когда большая стереобаза. Что такое стереобаза? Это когда левая колонка играет по-другому, как правая. То есть разница именно в фазовых характеристиках. Для того, чтобы сделать широко, нужно сделать луже. Вот единственное. А если просто делать широко, провалятся и голос, и барабаны, и так далее. Ну, это вопрос компромиссов всегда. То есть что-то должно, хочешь сделать ярче, сделать что-то на фоне того глуша. То есть любая работа – это работа компромиссами. Мне кажется, что именно хорошие миксы построены, в первую очередь, на работе аранжировщика. Немаловажное исполнение, конечно. И, собственно, работа с компромиссами и вообще понимание звукорежиссёра – именно художественную задачу песни. Остав, ну, так как вам пришлось из-за того, что вам загубили работу, и вы сами решили стать звукорежиссёром, насколько я помню, в ранних интервью так говорили, то мне стало интересно, ну, слушая западных коллег, там, условно, Лэмбовга, там, Мастадон и ещё кого-то там, или Шведов те же самые, вы стали понимать, как у них построена работа и как у них звуковая база? Любое понимание приходит постепенно. Я хочу сказать, что я не хотел быть никакой режиссёром. Это произошло в 1997 году, когда мы пошли писать второй альбом «Stone Henge», и настолько плохо была сделана работа. Мужчина, который он записывал, что-то напивался, пропадал. При этом, конечно, шли деньги. На тот момент это было 1300 долларов. Я помню, зарплату было 200, то есть это были серьёзные деньги. И когда уже вышел он, кассета, я же сам так могу всё сделать. Я пытался раньше. Тогда я буду дальше делать сам. И именно я начал осваивать эту, условно говоря, профессию чисто для себя. То есть я хотел всегда быть музыкантом, и вот думаю, пускай я буду ещё вот звукорежиссёром. Стали поставить предложения, и всё, погряз в этом. Разумеется, когда выходит какой-то альбом «Disturb» первый в 2000 году вышел, ты слушаешь и понимаешь, как это может так круто сделать. И понимание процесса, как это всё задавалось, ты получаешь именно с опытом. Тогда я не представлял. Сейчас уже пример представляю. И всё-таки люди, которые это делали, забыл кого зовут, режиссёру? А, Энди Волис. Ему на тот момент уже было, наверное, как мне сейчас. То есть одна из первых работ – это Рейн Блад, Слеер, 86-го года. Ему же тогда было там лет под 40. То есть он сейчас старый дед, ему 80 с чем-то. Ну, именно вот эти все главные альбомы. «Disturb», «Clorm», «Sleepnote» он делал уже зрелого человека. То есть у него был большой опыт. У него большой опыт был уже тогда, а, соответственно, к этому моменту он вел огромный опыт. И его сознание было сформировано. И понимание, как и что всё это сделать, было тоже сформировано. И, с другой стороны, если смотреть исходники, которые они получали, они уже, словно говоря, «mix ready». Люди, которые записывали и готовили, это тоже опытный персонал. Мы же всё постигали в «Эндеграунде». То есть путём проб и ошибок. И проб и ошибок было больше. Там слушать и анализировать. Тем более сейчас есть YouTube, можно посмотреть, как они рассказывают, как они всё это делали. Но мне просто интересно в плане того, что, слышав ваш третий альбом «Росомахи», это туда же можно вина было вставить. И вот между «Sleepnote» и «Corn» поставь «Росомаху» ты не заметишь даже по громкости. Ты подумаешь, западная группа какая-то играет. Вы же как-то достигли там этой точки? Я помню, что мы свели этот альбом за три часа. Практически не было дублей переписанных. Может быть, дубли за песню. Мы настолько были сыграны на тот момент. И уже сама группа звучала хорошо, что просто мы записали. И это буквально минимум сведения было. Ну, где-то подняли высокие часы, где-то там что-то компенсировали. И он был сделан абсолютно на шару. Я помню, что не старались. Бывает, мучаешься, стараешься, а получается, что не получается. А тогда вот записали, условно говоря, чуть ли не в живой этот альбом. И он звучал вот именно так. Спасибо, очень приятно. Но это случайность, нежели какую-то целенаправленную работа на тот момент. Просто у меня в интервью группа Safe о вас очень хорошо отзывалась. И они сказали, что вы были тем человеком, который говорит, давайте нормально запишем, давайте сделаем как надо, давайте не делать абы как. Это у вас выработалось годами или это русское знаменитое распиздельство? Не, ну я же всегда понимал, что если сейчас что-то упустишь на данном этапе, то потом будет сложнее. Потом уже тебя будут требовать, а что так, типа, все херово, что-то ты не то делаешь. Я понимаю, что на этом этапе я начинаю требовать, что нет, давай-ка ты переиграй здесь лучше, давай вот здесь тебя ты фонишь, здесь ты не строишь. Ну ребята с Safe, помню, в нашей первой встрече заходят такие парни в спортивных костюмах, лысые такие, и у кого-то из них прям фингал под глазом. Говорю, ооо, пришли. Ну они рады, давай писать, давай что-то пишем. Говорю, надо переписать. Точно надо, точно надо. Ну вот, взяли, переписали, записали, что получилось. Ну неплохо на тот момент, 2001 год, если не ошибаюсь. А как с звукорежиссера бороться, если ленивый музыкант? То есть он талантливый, как скотина, но вот он ленивый, а то он не хочет переписывать. Ну я говорю, что вот всю ответственность, я тебе сейчас скажу об этом, но всю ответственность ты берешь на себя. И вот, если что-то будет, какие-то ко мне претензии, я тебе напомню про это. Вот именно здесь, говорю, ты допустил ошибку. И ответственность обычно эту брать на себя не хочет. Так как вы родители, у меня один вопрос, я всем родителям задаю вопросы. Их два, ну точнее, они два вопроса в одном. И один шуточный, а один серьезный. Так как у вас вроде два пацана, насколько я помню. Если они, это вот шуточный еще вопрос. Если они домой приведут дуру, то как вы как родители отнесетесь? Конечно, приведут дуру. Не знаю, но все-таки, с одной стороны, это выбор человека. С другой стороны, мозг мужчины, он формируется, мне кажется, годом к 30 только. И ошибок он делает больше, чем не ошибок в этом возрасте. Ну, буду надеяться, что дуру не приведет. Потом посмотрим. Я не знаю, честно говоря, как с этим быть. Я сам себе этот вопрос задаю и не имею на нее ответа. Ну а теперь серьезный вопрос. Если скажут, что я хочу рок-группу, вы будете помогать? Ну, если он скажет, что я хочу рэп-группу, я тоже буду помогать. А, да что? Я буду помогать любых начинаниях. Разумеется, если человек что-то хочет, если он творчески настроен, почему я должен к этому препятствовать? И, конечно, надо помогать человеку всегда. А постелить соломку, уберечь от шишек, если вы в ракешнике? Ну, знаете, как дети, они обычно считают себя умнее, чем родители. И обычно, я думаю, как правило, они считают, что делают все верно. Если человек захочет меня что-то спросить или помощи, я, естественно, все силы вложу, чтобы помочь. А так, конечно, для того, чтобы приобрести какой-то опыт, должен быть и негативный опыт. И человек должен пройти какую-то самостоятельную стадию всего этого, чтобы находиться внутри. Разумеется, я не стану там записывать вместо него гитару. Ну, объяснить, как это все делается, как помочь, я, конечно, все брошу все усилия. Финальные вопросы, они начинаются с того же вопроса, он один для всех. А сегодняшнего дня плюс 20 лет, как вы видите для себя? О, я не знаю, что будет завтра, честно говоря. Так глубоко я не смотрю. Ну, я себя вижу все так же. Надеюсь, что я буду заниматься тем же. Здоровья, надеюсь, хватит мне. И, думаю, металлы буду играть для смерти. Ну, пока руки-ноги есть, я этим буду заниматься. То есть, других форм деятельности и других перспектив для себя не вижу. А, ну, и еще что мне важно, я люблю рыбалку, люблю сельское хозяйство, буду выращивать картошечку, помидорчики, ходить в лес за грибами. То есть, у меня все есть уже. Я думаю, старость встретимся с тем же. А природа, она успокаивает? Да, меня успокаивает только природу, я ненавижу города. А, не любите города? Я вот был, можно сказать, везде, но я ничего не видел. Я вот прям избегаю. Я антиурбанист. А вот только на природе я очень люблю находиться. Обязательно есть какой-нибудь фестиваль в лесу. Если где-то там хорошее озеро, я ухожу, гуляем. То есть, мы с женой с этим в этом плане единодушны. То есть, природу мы любим больше, чем города. Города. Возможно ли записать тишину? Записать тишину? Философски, наверное, как-то если вы подходите к этому вопросу, можно придумать что-то такое амбиентальное, такое атмосферное, что как бы это будет сыр с тишиной. Ну, тишина – это абсолютно спокойствие. И записать ее, к сожалению, невозможно. Ее можно только обрести. Какие вызовы перед вами сейчас ставит группа, ну, Мария и группа Аркона? Какие перед вами вызовы стоят? Каждый альбом – это вызов. Вызов в аудитории, вызов в группе. Мы сейчас занимаемся альбомом. Ну, как занимаемся? Мы уже им два года занимаемся. Это очередной вызов нам, как музыкантам. Очередной вызов публике. Я считаю, что там опять глубины мрака, они еще только развязнулись. Будем работать, будем играть, музыку стараться. Все-таки Маша, несмотря на что, гениальный композитор, мы ее сильно очень уважаем и считаем, что она ведет нас правильным путем. Так как вы не очень верили в русский металл раньше, то сейчас, оглядываясь на металл-сцену, появившиеся ваши эпигоны и Арконы, они же существуют условные. И, соответственно, глядя на всю музыку, оглядываясь на свое наследие. Как вы считаете, есть ли возможность у нашей сцены экспортировать это в мир? Так это уже происходит? Если, условно говоря, у нулевых это было только Арконы, то сейчас у нас есть прям совсем большие группы. Просалдерту Привейв. Я не считаю, что они сделали что-то новое в музыке, но при этом эта группа сейчас реально большая. Наш блок металл ценится очень за рубежом. Группы гастролируют, группы, собственно, люди знают нашу музыку. То есть сейчас я считаю, что наша сцена, она находится на таком, на уровне европейской. То есть если раньше какое-то было что-то как отстающим, то сейчас все это как бы мы часть мировой металл сцены. И думаю, что дальше мы услышали и китайский блок металл, когда… Сейчас есть, но именно массово имеется в виду, что это молодые люди, которые уже родились в другую эпоху. У них по-любому работают, по-другому работают мозги. Они доступны все технологии, можно сказать. То есть раньше было проблемой записаться, выпустить альбомы. Сейчас, пожалуйста, сам делай. Тюнкор и все, ты сам хозяин своего счастья. Записал хорошую музыку, тебя слушают. Поэтому интеграция тоже произошла. То есть наши группы во многом не хуже, а некоторые и получше. Это из-за того, что Россия мрачная? Да не из-за того, что Россия мрачная. Я думаю, что из-за того, что люди есть люди, это с такими один вид. И по большому счету друг от друга не отличаемся. И как у нас есть выражение бытия определяет сознание. То есть текущая, скажем так, информационная доступность к информации, к чему-либо, она любому талантливому человеку позволяет раскрыть свой потенциал. А у нас будет возможность, как вот, ну, шведов, будет государство помогать? И нужно ли оно, чтобы помогало? Ну, тут сложный вопрос. Я думаю, возможности такой в ближайшее время не будет, в ближайшей перспективе. Я считаю, что вообще любым творческим начинанием общество должно способствовать. То есть, чтобы человек раскрыл себя как личность. Не важно, это металл или не металл, или что угодно. И если человек в этом видит себя как творческая личность, я думаю, что для общества будет только лучше, если человек будет заниматься тем, что давать человеку развиваться. Поэтому я надеюсь, что рано или поздно такое произойдет. У меня вопрос от друзей. У меня друзья спрашивают иногда... Это рубрика просто. Они иногда спрашивают, типа, с кем будет интервью. Я говорю, ну, вот с вами. Они говорят, о, спроси. И я каждый раз, когда нахожу что-то такой, вопрос какой-нибудь более-менее интересный, то спрашиваю. Вот этот вопрос самый уникальный. Возможно ли в России такие группы, как на Западе Бегемот и всякие такие группы, они, возможно, с такой же популярностью в России? Внутри России имеете в виду? Да, да, да. Ну, я думаю, нет. Не прижил с именем этого словом как популярный жанр. У нас именно люди ценят больше слова. Поэт в России больше, чем поэт, как вы знаете. И такое явление, как русский рэп или русский рок, оно все-таки основано больше на текстовоставляющих, нежели чем музыкальный. Возможно, когда-то это и произойдет. Возможно, метал вообще умрет во всем мире, а в России вот так возродится. То есть нигде это слушать не будет, а у нас придет какая-то популярность. Это сложно сказать. В любом случае это же является субкультурой. И только маленький процент, даже не население, а молодежи увлекается этим. Ну, как и любая культура, это ведь право на жизнь. И если любая культура развивается, это только хорошо. В начале 90-х, ну, я насколько помню, если вот слушать музыку металла и все остальное, казалось, что рок-музыканты не воспринимали себя серьезно. И очень много было шуточных коллективов и шуточных песен. Ну, не было серьезности такой эпики. Ну, хотя вроде бы сложное время тогда. Ну, любая ирония, это же тоже эмоции. Эмоции бывают позитивные, негативные. Это тоже любая музыка, это проявление, скажем, пик эмоций. Я считаю, что ирония имеет право на жизнь и даже металли. Я вспоминаю вот то, что вот группа сейчас «Гробовая доска» серьезная музыка. Ну, вот ироничные тексты. Можно вспомнить такую же группу «Клиника» была раньше, в конце 70-х. Тоже трэш-металл с ироничными дирекциями. Я считаю, что это прекрасно. Мне все же мрачнить и сатанить. Пользуя ваш опыт, так как вы старше меня, вот, оглядываясь назад, начало 90-х, когда вот страна разваливается, когда вот тотальный ад происходит, да, там еще потом вдруг Чеченская война начинается, вот это все, вот из этого «Мрачняка» вообще видел все, ну, хоть какой-то просвет? Ну, это не воспринималось, как «Мрачняк», когда. «Мрачняк» он познается именно с возрастом, когда мозг уже более развит и имеет жизненный опыт, когда начинаешь бояться не только за себя, скажем, за близких и за родственников и так далее, и вообще начинаешь больше бояться. А когда тебе, словно, 20 лет, ты же бессмертный, тебе ничего не страшно. Мне было весело. Все валилось, все летело к чертям. Мы бухали, угорали, играли в металл. Прекрасное время. Поэтому я не помню, что. У меня финальный вопрос. Он один для всех такой. Он состоит из двух частей. Вы на своем месте? Вы счастливы? Да, я счастлив на своем месте. Спасибо большое за тему. Мне все хорошо. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok